А еще я выучила про Баряшка, и вот мы станем случайно... Одну, одну, одну сегодня, ладно, а потом... Стоп, подождите, что он вернешь, отходите, отходите, человек работает. Присаживайте, пожалуйста, то сказка начнется. Спасибо. Смотришь в сказку, хорошо? Это кофе в области. Сказка называется «Шалтай-болтай». Шалтай-болтай, сидел на стене, шалтай-болтай, свалился во сне. Вся королевская конница, вся королевская рать. Не может шалтай, не может болтай, шалтай-болтай, болтай-шалтай-болтай собрать. Браво! Молодцы! Уууууууууууу! ws Парал жили три козлёнка. Маленький козлёнок! Субтитры делал DimaTorzok Мама-коза и папа. Жили они там долго, и они съели там всю траву. И говорит маленький козленок, я хочу кушать, но здесь больше нет травы. И пошли они искать новые пастбища. Шли, 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 шли. И пришли к реке. Встали на бережку и думают, а как же им перебраться на другую сторону? Там много-много травы, река очень широкая. И вдруг они увидели. А под тем мостом жил страшный и ужасный, вредный тройк. Решили они перейти по мосту козлятам. Но не все сразу, а по одному. Первым пошел маленький козленок. Идет, идет, дошел до середины моста, и тут на него выскочил тройк. И подожды решил тролль пропустить козленка и подождать козу, которая больше и толще. И идет потом мама-коза по мосту. Дошла до середины и выскочил тролль. Я хочу на ту сторону печь, потому что у меня много травы. А я тоже хочу кушать, и я тебя сейчас съем. Там еще папа идет пожирнее кужина. И тролль пропустил маму-козу. Пришла очередь течить через мост папы. Идет папа, дошел до середины и выскочил на него тролль. И говорит, я тебя съем. Ты почему ходишь по моему мосту? Никто не смеет ходить по этому мосту. А папа-козел говорит, ну хорошо. Как наклонил свою голову и на рога этого тролля. И выкинул его в речку. Вот так не стало злого тролля. А после этого семья счастливая из трех козля послась на пастбище, где много-много зеленой травы. Наташа, Наташа, ты хотела рассказывать стихотворение? Специально выучили стихотворение к сегодняшнему днюю. Наташа, Алис, Алис, тоже не уходи далеко. Алис, тоже не уходи далеко. Вот кошка, вот кот. Отказывайте, кто знает. Вот кот, который ловит синицу, которая часто ловит пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил джек. А это корова без рога, которая ливнувшая здоровая пса. Который, который зашибает трепет кота, который пугает и ловит синицу, которая часто ловит синицу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил джек. Алис, тоже не уходи далеко. А это ленивый пастух, который бронит со старушкой и строгой, которая дует корову без рогу, легнувшую из старого пастуха, который зашибает все скота, который пугает и ловит зеницу, которая часто творит пшеницу, которая в темном желании хранится в доме, который построил Джек. И вот на этом, очень-очень быстренько, я хочу сделать очень хорошо, вот сейчас, всех на слуху Рифа Матушки в лучшем. Давайте быстренько, то быстрее, хотя бы начальные, первые струки этих стихотворений Рифа Матушки. За карту дается по гусинке.